Стали все негативные нормы, заложенные в проекте соглашения, о котором мы сегодня говорим. Я бы хотел немножко о другом аспекте поговорить. Сегодня оппозиция Абхазии вынуждена очередной раз противостоять очередной инициативе исполнительной власти. Хочу напомнить, что мы уже противостояли проекту соглашения по госдаче Пицунков. Потом у нас были законопроекты, два законопроекта по апартаментам. Там отставили свою позицию. Вот сегодня, скажем так, прикатилась новая инициатива исполнительной власти. Вот здесь я хотел бы отметить очень важный момент. Это очередной проект соглашения, подготовленный за пределами нашей страны, без учета интересов абхазской стороны. Доказательства, пожалуйста. Как вам известно, этот проект рассматривался в парламенте, обсуждался в парламенте. В него внесено было около 20 поправок. И ни одна из этих поправок не удовлетворила разработчиков проекта, которые находятся за территорией Абхазии. Официальной информации, кто эти люди, у нас нет. Но по той информации, которую у нас есть в интернете, которую мы получаем, так скажем, из уст в уста, не удовлетворила это Монтера Групп, принадлежащую экс-губернатору Казахстанского края. Вот примерно вот такое положение еще и вот с чем мы очередной раз столкнулись. Все это делается на фоне абсолютной закрытости власти. Вы все прекрасно видите забор, который возвели, те препятствия, которые чинить исполнительная власть, для того, чтобы обсуждения в парламенте прошли открыто. Чего уж тут говорить, вот вам яркое доказательство. Сегодня, брифинг сегодняшний был анонсирован предварительно. Были приглашены все СМИ, как вы видите, государственного людей здесь сегодня нет. Вот в таких условиях наша исполнительная власть во главе с президентом пытается продавить и навязать абхазскому обществу, абхазскому народу очередное антинародное соглашение. Лично я склонен между этим соглашением и проектом закона об апартаментах поставить знак равенства. В силу огромного количества обстоятельств, которые были озвучены Саидом, Ахрой, Ливаном, и об этом можно говорить долго, хочу проинформировать население нашей страны, что мы обратились к руководителю государственного телевидения абхазского, с тем, чтобы были организованы дебаты по абхазскому телевидению. Чтобы те люди от исполнительной власти, которые так многозначительно, время от времени, пытаются сообщить абхазскому обществу, что мы вот в оппозиции, все такие несмышленыши, что мы плохо разбираемся в праве, в экономике, что мы против развития и так далее, чтобы они вот стали перед нами, честно, как говорится, в присутствии всего честного народа, и попытались нам оппонировать. Нам есть что им сказать, если они к этому готовы, будем только рады. Вам огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь. Я считаю, что такие брифники необходимы.